Вся эта величественная деревянная композиция называлась Якутским Кремлем, строительство которого датируется 1685 годом. По-настоящему это Якутский Кремль. И он был создан в связи с того, что была угроза Якутску со стороны маньчжурской династии Цин. Согласно словам Бессонова, в Албазине, а ныне это Амурская область, сподвижники Хабарова в количестве 300 человек разбили 10-тысячное маньчжурское войско, которое до этого уже завоевало Китай и планировало идти на север. Дело в том, что эти якутские казаки воюют как тигры, свирепые как тигры. Поэтому император Цин сказал, что надо уничтожить рассадник, осинное гнездо якутских казаков в городе Якутск. И отправили туда год в 100-тысячное войско. Именно по этой причине 300 лет назад воеводопреклонский приказал построить крепость, окруженную острожной стеной. Но после заключения Нерчинского договора необходимость в обороне отпала и крепость со временем начала ветшать. Изначально она стояла все время, да, ну то есть до 60-х годов она стояла на своем родном месте, это на территории площади дружбы. Вообще судьба якутского Кремля оказалась весьма печальной. Время разрушало крепость, уничтожало ее. И от былого величия осталась лишь западная надвратная башня. Первую реставрацию провели в 19 веке по приказу якутского губернатора Ивана Крафта. Этот памятник оборонного зодчества, ставший символом столицы республики, простоял вплоть до начала 21 века. А в 2002 году, за несколько дней до празднования 370-летия Якутска, башня сгорела. Дело в том, что в 1981 году была произведена первая реставрация знаменитым академиком Александром Викторовичем Аполловником. Это как раз 350-летие города Якутска. И поэтому, когда была завершена реставрация этой работы, этой башни, обмерные чертежи он подарил Краеведческому музею. И вот на основе вот этих обмерных чертежей была воссоздана, в течение двух недель была воссоздана эта башня. Сегодня в надвратной башне работает выставка, посвященная Старому Якутску и самой башне. Экспозицию можно посмотреть до конца месяца, так что любители и ценители истории, поторопитесь.